приветствую всех с вами эклипс в этом видео я бы вам хотел пояснить универсальный билд за нодов на любой карте против любой фракции не побоюсь этих слов суть в том что этот билд более чем универсален конкретно за нодов за те же маркированных кейна так не будет забыкать тем более но не суть карта турнамент лос-анджелес играю я без бота для того чтобы нагляднее пояснить все что должно делаться в этом билде и не так уж и быстро и так как мы видим я уже строю энергостанцию плюс казарму для чего для того чтобы пойти в разведку соответственно учитывая что эта карта довольно таки городская первый отряд стрелков он сядет в здание для чего чтобы просто контролить синий тибери и собственно сам центр и так посылаем соответственно одного инженера потому что на этой карте только один спайк для игрока посылаем его на спайк и строим соответственно обогатите и держим одну пушку в готовности потому что на нашу базу может могут прийти какие-нибудь дезинтеграторы или стрелки которых надо убить и так как вы видите я захватил спайк после того как поставил обогатитель и поэтому я получил бонус 500 золотых монет так сказать 500 голды но не суть строим военный завод после чего военном заводе сразу же начинаем заказывать комбайн и в проявлении производства заказываем обогатитель соответственно такой нюанс это уже моя мой недача в самом видосе что я не сделал надо было сделать рейдера в этом билде дефолтно идет один рейдер в начале для чего для стопроцентной разведки противника это уже есть фальшивил забыл забыл об этом но это не настолько критический затуп чтобы прям вообще выходить с игры проиграть тому подобное нет можно просто пола продать вот эту пушку которая стоит в готовности вот я сейчас отменил и сразу же заказал еще один комбайн чтобы он на пару секунд побыстрее вышел итак разворачиваем сцс и следовательно идем на следующее поле итак продолжим рейдер обязательно делать на любых принципе картах но я тупанул повторяю синий сделал его но не такой-то и большой пробел итак расскажу про карту на этой карте есть синий тиберий и разворачиваем сц и делаем еще один обогатитель да и плюс коза не казармы а места рубки для того чтобы пойти в разведке по всем сторонам итак соответственно эта карта синим тиберием и нам надо захватывать синий тиберий конечно же учитывая то что мои видосы смотрят не настолько профессиональные игроки они еще не понимают сути того как правильно отбирать синий тиберий без потерь поэтому я бы вам все таки не советовал идти и забирать синий тиберий пока вы хоть немного не научитесь играть сами в принципе в эту игру поэтому просто отправляйте оба комбайна на второе поле и не заморачивайтесь насчет синего тиберия соответственно как и в прошлом видосе третью ревку мы отлучаем для того чтобы постройка побыстрее построилась и так вот я все же решил послать комбайна синий тиберий тем более здесь расстояние небольшое поэтому баф с этого ну просто огромный вы можете смело там ну не знаю сделать после этого хорва 3 4 и 5 байков при этом без кое-нибудь потери по экономике ну и вот уже второй завод и сразу же начинаем делать скорпионов просто скорпионов без рейдеров без байков у нас идут пока что голый скорпион и это такой а начальный состав армии который у нас будет до т2 после т2 появится юнит который вы чуть 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 позже увидите и так рейдер поехал по центру карты и немного вправо для того чтобы разведать первую базу противника и вторую а если на базе противника конкретно 1 е синта то рейдер до погибнет но при этом вы узнаете какие юниты есть у противника и так вот у нас почти достроился четвертый обогатитель соответственно сразу же строим энергостанцию ревка я не отключал почему потому что денег нет и поэтому бессмысленно манипулировать с энергией когда у вас но денег на счету можете не манипулировать с энергией так ставим энергостанцию сразу же начинаем постройку т2 то бишь научного центра и так я играю без бота но думаю суть будет полностью понятна когда я покажу вам игру с игроком то вы еще больше поймете суть и так ставим т2 и прокачиваем сразу три или две энергостанции на что вам денег грубо говоря хватит и так вот и я уже строю я забыл диспетчерский пункт он вроде как но у нодов называется и так построить диспетчерский диспетчерский пункт заказ заказываем много веномов то бишь москитов и сразу же т3 и так пока расскажу про один нюанс если вас зарашили то настолько успешным этот билд уже не будет почему потому что вы вначале потратите деньги на то чтобы отбиться поэтому этот билд он универсален только в той игре в какой в которой вас не рашут а против какой фракции вообще по барабану если это гсбшник то он самолетов не сделает почему у вас есть москиты если заком тоже не сделает у вас есть москиты дальше если это нодовец который играет только в мех без пехоты и авиации то ему все равно будет туго потому что у вас потом появятся мародеры и так построился т3 прокачиваем лазерное орудие у скорпионов и веномов и сразу же двигаем мсц на третье поле и вот с этого момента есть различие вы можете продолжить память скорпионов или же отменить скорпионов и начать делать массово мародеров думаю суть понятна если вы видите что противника уже мамонты аннигиляторы или еще что-то соответственно скорпионы они будут уже просто мясом которое сольется без профита поэтому придется делать мародеров но по экономике это не ударит и лазеры не придется отменять почему потому что лазеры если уж не для скорпионов то тогда уже для москитов а москиты в этой игре играют довольно таки сильную роль почему вам не приходится отменять постройку наземных юнитов для того чтобы отбивать авиацию те же бх так и отыграть не смогут у них нету авиации моки тоже так отыграть не смогут почему у них скорпионы не грейдится на лазер и это очень большой минус поэтому этот билд универсальным только за нодов и вот как вы видите представим такую ситуацию вот сейчас вот противник начал делать триподов там то есть аннигиляторов мамонтов или у него скорпион не скорпионы а предатор с гаусс пушками соответственно мы делаем мародер потому что ну скорпионы сольются от гаусс пушек с предаторами так что делаем мародеров соответственно на втором поле на третьем поле мы уже делаем опять же обогатитель и переводим один-два харвеста на третье поле так вот у нас лазеры прокачались и в принципе все это время вы и так пугали противника там хорасили его как-нибудь заезжали туда-сюда убивали ему юниты поэтому скорпионов у вас так много не будет это думаю и ежу понятно но вы можете конечно не нападать просто копиться но учитывая то что это ноды и копить армию это не их так сказать стиль игры поэтому лучше уж не копить армию и так буду завершать потому что видос уже практически закончился и так на третьем поле я вот сейчас достраиваю обогатитель и когда вы достроите обогатитель у вас есть выбор либо строить эпик завод либо строить т4 либо строить соответственно еще один обогатитель 2 если вы построите т4 значит игра у вас определенно уже идет дольше и поэтому придется сбрасывать противника с экспанда там как-то подлавливать его на тибериевом поле если вы играете в эпика то эта игра более такая для накопления армии что ли поэтому можете уходить в одну из этих трех так сказать построек т4 эпик или обогатитель на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал илюхана на мой канал и еще на канал матрича да потому что он делает превьюшки для моих видосов а я не могу потому что мне просто лень на это все пока пока а